Данный видеоролик это будет небольшая экскурсия по центру реабилитации каких-то животных Сирен. До этого мы снимали наш карантин, сейчас мы снимаем несколько наших вольеров, в том числе, я надеюсь, что получится в это же видео загрузить тех животных, которых вы могли видеть на съемках в карантинном центре, которые уже переехали в приют. Ну и потихонечку постараемся познакомить всех подписчиков с нашими обитателями, с нашими и постояльцами, которые у нас обитают несколько лет и будут жить в центре дальше, и дальше с теми, которые будут приходить на выпуск, но в этом году уже по каким-то причинам не смогли вернуться в природу. Поэтому мы надеемся, что вернутся в следующем году. Это один из постоянных обитателей нашего центра, волк Ярик. Он к нам прилетел из Пятигорска, уже много лет проживая в приюте. Вопрос о том, что дичают животные в приюте. Нет, на самом деле, те животные, которые у нас дичают, и те животные, которые готовятся на выпуск, те же животные, которые на выпуск не готовятся, потому что они по каким-то причинам своим нельзя их иметь природу, то они наоборот социализируются, потому что не только для того, чтобы снимать ролики или приглашать гостей, но и для нашего спокойной работы с ними. То есть это залог здоровья кибера, когда животные контакты. Второй момент, это для того, чтобы животному восполнить все-таки какие-то проблемы в жизни в неволе, как правило, это в основном вопросы его занятости. И контактные, адекватные, дрессированные животные, они лучше взаимодействуют с человеком, им проще адаптироваться. То есть вот волк Ярик, он абсолютно ручной, он гуляет на поводке с волонтерами, он любит очень ходить на речку, купаться в ней. Думаю, хорошая мать. Вот, когда у нас, к сожалению, нет возможности, ну, бывает, да, сильно занятые дни, вот, например, я говорю, на цепочку во дворе немножко погулять, вот, но когда есть возможность, мы берем поводочек, он идет в лес, чему он неимоверно радуется каждый раз. Поэтому, в принципе, вопросы обогащения следы для Ярика, да, они не стоят, потому что он ручной и социальный волк. Да, маленький? Двух. Хорошо. У нас в ключе содержатся два медведя. Оба животных поступили к нам с притравочной станции, поэтому они, конечно, уже не смогут вернуться в природу, они оба уже поступили взрослыми. Мы построили им достаточно большой вольер. У каждого индивидуальная зона и большая прогулочная зона, где они играют. Сейчас уже осень, поэтому они уже вместе не играют, потому что животные стали чуть более агрессивными, да, они готовятся к спячке, они не в очень хорошем настроении. Ну вот. Но весной и летом они с удовольствием другом играют, бегают, и им, конечно, нравится их большая новая территория. Эта девочка, ее зовут Глафира, она была на патриотической станции здесь, в Санкт-Петербурге. На штырях, пожалуйста, так будет спокойнее всем. По питанию основы рациона медведей составляют каши. Большое количество они потребляют зелени, при этом мы стараемся давать природную зелень. Там, я надеюсь, получится загрузить вам видео, где они с удовольствием едят просто траву по коз. Это естественная для медведей пища, и она гораздо лучше усваивается. Если раньше мы как-то больше закупали фруктов, то, честно говоря, выход с них не очень хороший получался, потому что медведи плохо их усваивают, особенно жесткие, к нам все равно везут недозревшие фрукты, и они, ну, яблоки там импортные, они очень хорошо перевариваются медведям. Вот, мы даем поэтому сезонные яблоки садовые, и вот они здесь себя прекрасно чувствуют, с большим удовольствием их ест. Медведь Артур, он же Потап. Ну, Потап, он был на потравочной станции, когда переехал к нам, соответственно, ему его спасители, это французская лизация Ван Войс, дали новое имя, и он стал Артуром. Но так как по документам он дофигрует как Потап, поэтому есть такая небольшая путаница у нас. Он сегодня не в настроении, поэтому мы к нему ближе не подойдем. Собственно, то, про что я говорила, да, это осенний медведь, у него день на день не приходится, когда-то он еще ничего и готов пообщаться. Вот сегодня он рычит и прижимает уши, и, ну, мы еще не будем травмировать психически, насиловать животное, которое больше нас на 400-500 килограмм, поэтому мы так вот издалека немножко его поснимали. и я надеюсь, что в каких-нибудь следующих видеороликах, если это будет интересно, можно будет больше с ним повзаимодействовать и поснимать его уже в общении и в благодушном настроении. Простой русский медведь и простую русскую своку. Мы посетим самый массовый наш вольер. Это гули-гули-голуби. Привет! Привет! Здесь как декоративные, так и сезари. Все живут дружно, никто никого не обижает. Да, все толстенькие, упитанные. Привет, малыши! Голубей, получается, у нас в центре, мы тут как-то посчитали на общей фотографии, больше 50. Часть птиц, естественно, мы возвращаем в природу. Те, которые не могут быть в природу, многие у нас остаются. Но тоже массово невыпускных голубей мы в данный момент не принимаем, потому что птицы должны быть, в первую очередь, здоровы. И превышать допустимую численность на площадь мы просто не имеем права, потому что, конечно, жалко всех, жалко всегда, жалко. Но в первую очередь мы должны обеспечить нормальное чувствование для тех животных, которые уже попали в центр, чем заниматься вот этим массовым набирательством. Плюс все птицы, которые находятся в вольере, они все с анализами чистыми, они все не болеют инфекционными заболеваниями. Есть, конечно, с остаточной вертяжкой, некоторые птички подкручиваются, но они все уже прошли карантин, не заразные, ежегодно они проходят дополнительную дегенетизацию, потому что все-таки это уличный вольер, с нас взлетают синички, да, и, естественно, возможно, некоторое занесение паразитов. Напротив голубиного вольера находится вольер с совами, болотная сова Пух закончила лечение в клинике и теперь переезжает в общий вольер. Зимовать ей предстоит в компании таких же болотных и ушастых сов. 10 минут. Это вольер с обыкновенными неясытями. Нас включает довольно ручная неясыть Яся. Яся уже много лет живет в центре. У Яси была травма нижней челюсти, поэтому Яся выпуску не подлежит. К сожалению, с возрастом у Яси развилась еще и катаракта. В данный момент она, к счастью, не беспокоит. Яся очень хорошая сова, при том, что она давно живет в вольере и практически не контактирует с человеком. Она осталась достаточно ручной, но при этом она прекрасно ведет себя и с дикими совами. И она зачастую помогает новичкам адаптироваться в вольере. То есть она устраивает взаимный груминг, она очень хорошо общается с маленькими-маленькими даже пуховыми совятами. То есть в неистинный вольер мы можем сажать птенцов, которые даже до конца не умеют самостоятельно питаться. Потому что Яся очень активно им в этом помогает. Несмотря на свой возраст, она очень заботливая и нежная мама. Это остальные Ясити. Часть из них инвалиды. Три совы подлежат дальнейшему выпуску в природу, но после прохождения достаточно длительной реабилитации. Слышит такое мяу на заднем фоне. Но не подумайте, это не кошка. Это птицы тоже. Ай-яй-яй-яй, маленькое безумие. Мяу-мяу, говорят у нас конюки. А вот слепой на один глаз конюк, который переехал из клиники не так давно в вольер. У него, да, также проблема с крылом. Он не летает, но в предстоянии скрыгнуть на присаду. Но, в общем-то, он довольно неплохо освоился в вольере. Веси не потерял. Чувствует себя тоже вполне прилично. Что нас очень радует. Лития получилась довольно сумбурная. Мы надеемся, нас за это простят. Ввиду того, что у нас снято было материала довольно много. И были какие-то планы, да. Но все вот смешалось из-за известных многим событий. Мы надеемся, в ближайшее время мы вернемся к какому-то более логичному изложению наших действий. Я не знаю, оставим мы отдельно клинику, отдельно приют или все вместе. И пока нет такого понимания, да. Это для нас новый формат общения. Я надеюсь, вы останетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. По поводу рыси, будут ли они у нас, я не знаю. Да, это не нам решать. И я надеюсь, что это в ближайшее время как-то будет понятно и устаканено. Мы со своей стороны готовы снимать, готовы предоставлять для Bobcat. И, ну, в общем, в любом случае, да, мы найдем какой-то общий язык. Тут нет никакой проблемы, просто требуется время для данного решения. Если вам интересует лицо из фонда, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Будем рады, задавайте вопросы. Для нас тема новая, поэтому корректируйте нас, пишите нам о наших ошибках. О ошибках, да, мы постараемся все это исправить и в следующих роликах выдать более качественный продукт. Спасибо большое. До свидания.